Сегодня в выпуске первый раз в новый класс. Установлены маленькие парты, как видите, маленькие стульчики. В новом учебном году откроют двери сразу семь новых школ. Автомобилисты поехали, пешеходы растерялись. Просто восстановить то, что было и не забирать у нас наш переход. Удобно ли всем участникам движения у эстакады на Мельникайте? Бивень или бревно? Слоны, только с волосами. Что подняли жители со дна реки Ишим? Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Тюменская продукция отправилась в Челябинск. Там сегодня открылась 4-я межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. На ней присутствует полпредпрезидента на Урале Игорь Халманских и губернаторы шести регионов, в том числе и Владимир Якушев. От нашей области приехали более 30 предпринимателей. Они привезли мясо, молоко и рыбу. Есть и разработки тюменских аграриев. Сегодня мы привезли на эту выставку наши последние новинки ячменя и овса. У ячменя это сорт зенит и ополак, который уже получили распространение и в Уральском регионе, и в Красноярском даже крае. И также привезли один из последних сортов овса. Это сорт отрада. Я думаю, что получат свое распространение. У нас в Турбове и в Тюменской области в том числе. Выставка в Челябинске будет проходить до 30 августа. На ней определят победители конкурса «Лучшая продукция». В новом учебном году школьников ждет первоклассный прием. Почти 2000 ребят 1 и 2 сентября начнут образовательный процесс в новых стенах. На финишной прямой школы в микрорайоне Тюменский-3. Современные классы увидела Юлия Головина. Масштабы стройплощадки впечатляют. Яркую школу видно издалека. 12 тысяч квадратных метров, 4 этажа, 3 блока. Скоро здесь будут заниматься более тысячи учеников. В их числе и сын Венеры Тальковой. Семья переезжает в новостройку по соседству. Конечно, мы с нетерпением ждем, когда достроится и сдастся эта школа. И мы очень рады, что наш ребенок будет учиться в такой яркой, красивой и светлой школе. Работа кипит, строители торопятся. К началу второй четверти нужно закончить все работы. 60 классов. В каждом телевизор, интерактивная доска, компьютер. Спортивно-оздоровительный комплекс, актовый зал, медицинские комнаты и большая столовая. Уже закуплено все необходимое оборудование, мебель, установлены камеры видеонаблюдения. Применены уже и новые материалы, и широкие коридоры для эвакуации, и все условия для маломобильных групп населения, лифты и пандусы, широкие проемы дверные. В школе нового поколения все продумано до мелочей. К примеру, для удобства маленьких учеников выделили отдельный блок на первом этаже. Установлены маленькие парты, как видите, маленькие стульчики. Сделаны для них специально душевые. Есть комната отдыха с кроватями. В этой школе места хватит всем. Даже для родителей при входе оборудуют специальный уголок. Поставят стул, стол, компьютер. Контролировать учебный процесс своего ребенка теперь будет просто. Все оценки можно будет посмотреть в специальном электронном журнале. В новой школе уже присвоен номер 95-й. Первый звонок здесь раздастся в ноябре. А 1 сентября учеников встречают новые школы в Тобольском районе, в селе Верхние Аримзианы и поселке Сетово. На 72 ученика рассчитана новая школа в деревне Синицыно Ишимского района. 2 сентября за новые парты сядут 60 школьников в деревне Юрмы Вагайского района. Одна из самых больших районных школ построена в Мутинском районе, в деревне Вагай. Школа рассчитана на 360 учебных мест. В областном центре 1 сентября распахнут двери сразу два новых учебных заведения. Это школа номер 94 на Солнечном проезде и Президентское кадетское училище. Юлия Головина, Андрей Захаров, Сибинформбюро. А в правительстве области подводят итоги подготовки к зиме. Об этом и не только. Коротко в обзоре событий. Брэнду Тюмени быть. К такому выводу пришли представители власти и общественных организаций. Уже 50 городов России работают над созданием своего имиджа. Теперь и Тюмень будет разрабатывать концепцию, отличную от других. Есть, конечно, понятие нефтегазовой столицы. Кто-то к этому тяготеет. Кто-то говорит о том, что это первый в Сибири город, который был основан. Надеюсь, мы сможем найти некий знаменатель ко всем позициям, всем точкам зрения. Эксперты уверены, что создание собственного бренда для Тюмени поможет привлечь туристов и инвесторов в регион. В правительстве области обсудили подготовку к отопительному сезону. Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения провел губернатор Владимир Якушев. Подготовка к зиме идет по графику. Прошли опрессовочные работы на тепломагистралях города. Глава администрации Тюмени Александр Мор заверил, что к 1 сентября все ремонты будут завершены. Исключение составит 20 домов в Восточном-2. Там работы закончатся к 5 сентября. Губернатор поручил взять под особый контроль все объекты, готовность к эксплуатации которых вызвала нарекания со стороны проверяющих органов. Остановки больше нет. На улице Республики строители вышли на финальный этап ремонта. Сейчас подрядчики работают на отрезке от Тульской до Пермяковского моста. В связи с этим у жителей близлежащих домов будут временные неудобства. Остановка около ДК «Строитель» временно перестала действовать. Но далеко ходить не придется. Многие автобусы в этом районе будут забирать пассажиров с остановки «Буратино». Найти свою остановку нелегко и в районе новой развязки на улице Мельникайте. Если у автомобилистов вопросов нет, то пешеходы в растерянности. Только в Гуртранс в день поступает почти 400 звонков от тех, кто заблудился. Придется ли привыкать к новым маршрутам, выяснила Александра Сосновская. Терпению кондуктора 17-го автобуса можно только позавидовать. Подобные вопросы ему задают в сотни раз чаще, чем коллегам. Причина – смена маршрута. Ругаются, конечно. Ты более сглаживаешь эту ситуацию. Но размышаются много. Все дело в том, что из-за строящейся развязки часть улицы Мельникайте закрыли. 13-й, 14-й, 17-й, 51-й и 134-й рейсы пустили по улице Федорова. Остальные – по Гнаровской. А в обратном направлении по Мельникайте теперь движется только 14-й. Сильно не отходили от схемы маршрута. Максимально, чтобы оставить все существующие остановочные пункты в данном районе. Но пришлось запустить маршруты по Широтной, по Пермяково и активно использовать улицу Федорова. Все нововведения разместили на остановках и официальном сайте Тюмень-Гуртранса. Но временные схемы соблюдают не все водители общественного транспорта. Так, маршрутка номер 44 должна была поехать по улице Валерия Игнаровская, а проехала по Широтной. Гуртранс старается отслеживать нарушителей и наказывать их за это. Своим развязным поведением удивляют и пешеходы. По привычке на Мельникайте идут по уже несуществующему переходу. Какого фига они не сделали разрез? Это безобразие после. В той стороне находятся две школы, детский садик. Людям, кто пользуется этими детскими садиками и школами, им в принципе неудобно будет огибать целый крюк, проходя через пешеходный переход, находящийся в районе торгового центра порта. Пешеходы привыкли переходить дорогу по двум светофорам. До 1 сентября планируется установить светофор с кнопкой вызова, это внизу под эстакадой, в районе торгового центра Южный. А вообще планируется в районе торгового центра порт построить в ближайшее время надземный пешеходный переход. Дело времени. После окончания возведения развязки все вернется на круги своя. Общественный транспорт пойдет по прежним маршрутам, а вот жителям ближайших микрорайонов придется осваивать новые. Александра Сосновская, Сергей Мякишев, СИБН Формбюро. Здесь автомобилистам стало свободнее, но в других частях города по-прежнему собираются пробки. Тюменский микрорайон, перекрестки на Пермяково, а также два моста – Челюскинцев и Мельникайте. Эти районы называют самыми проблемными, особенно по утрам автомобилисты там стоят в пробке. С заторами на дорогах уже год борется антипробковый взвод из 25 человек. Они стоят на семи перекрестках города. Последний добавился у нас перекресток – это Республика Старо-Тобольский тракт. Тот район, именно конец республики, у нас практически, можно сказать, был оголен. То есть периодически только экипажи там работали. Поэтому была такая необходимость сам установить СПМ и регулировать данный перекресток. К сентябрю количество регулировщиков появится еще на трех проблемных участках города. А вот где от пробок, пока не избавились, подскажет теленавигатор. Тем, кто собирается в сторону Верхнего Бора, придется постоять в пробке. Здесь на время движения одностороннее. Подъем с объездной дороги на мост Салаирского тракта закрыт из-за повреждения путепровода. Что касается города, то по-прежнему перекрыты водопроводная и Орджоникидзе. Там меняют инженерные сети. А вот пассажирам не стоит забывать, что из-за ремонта на объездной в сторону Рощина 10-й и 54-й автобусы изменили маршруты. Теперь они ездят только по Имской, не заезжая на Институтскую и Барнаульскую. И это все автомобильные новости на сегодня. Не стойте в пробках, следите за нашим теленавигатором. Любители прогуляться пешком гадают, что же скрывается за ограждением на площади Революции. Новый проект сквера был одобрен губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Согласно схеме-плану, шикарная зеленая зона. Так ли это узнала Наталья Жукова? С помощью этого бура техника готовит площадку для стационарного туалета. Кроме шуток, заведение для исторического центра популярное. Набережная уже сейчас является активным местом отдыха для горожан. И скоро она соединится дорожками со сквером борцов революции. Будут места для отдыха детей, то есть установлены мафы современные. Для занятия спортом также будет спортивная площадка сделана. Появится брусчатка и трава с автополивом. Украшением зеленой зоны станет фонтан в форме карты Тюменской области. Скульптура будет стоять посредине небольшого водоема. Кстати, в конце 19 века на этом месте размещался водопровод с водоразборной чашей, из которой тюменцы брали живительную влагу и разносили по домам. А зимой площадь заливали, и гимназисты катались на коньках. История у этой территории интересная. Она неоднократно меняла свой внешний вид. Например, до революции площадь называли Александровской. На ней проводили молебен в честь избавления Тюмени от холеры. В 1912 году Тюменская городская дума принимает решение устроить здесь сквер. Сад разбит. И она его разбивает. Новая власть также несколько раз меняла название сквера. Он был советским, Карла Маркса, Спартака, Сад пионеров и, наконец, площадь борцов революции. Памятник сначала был деревянным и позже каменным. В обновленном сквере скульптура останется и похорошеет. Памятник остается на прежнем месте. Проектом предусмотрен текущий ремонт памятника. То есть будет облицовано основание памятника гранитом. Ну и то, что историки говорят, что утеряны несколько имен на памятнике. Они будут также добиты. И появится имя архитектора. Прочитать его можно будет в конце сентября, когда планируется завершить благоустройство сквера. Наталья Жукова, Александр Вележанин, Сибинформбюро. Обновятся и другие скверы города. В этом году в шести зонах отдыха появятся дорожки, газоны, детские и спортплощадки, ограждения и скамейки. Например, в сквере Тенистом уже определили места для парковки и подъезда к четвертой школе. Здесь же появится трасса для роллеров и велосипедистов. И детский игровой комплекс с персонажами из русских сказок. А в сквере Юность в Калининском округе оборудуют специальные террасы для тренажеров и хоккейный корт. На бульваре Чукмалдин, а также, как и площади борцов революции, установят фонтаны. Благоустройство зон отдыха обойдется в 225 миллионов рублей. 100 миллионов из городского бюджета уже выделено. До начала нового учебного года осталось всего 4 дня. А успеть нужно многое. И подарки школьникам будут кстати. Особенно полезные. Для этого даже праздник устроили. Мои коллеги выяснили, что лучше всего дарить накануне Дня знаний. Детские праздники в обществе слепых организуют нечасто. Потому актеры очень волнуются. Этот маленький самодеятельный спектакль о том, что книги читать гораздо полезнее, чем сидеть перед телевизором. Эти книги в тот же час в королевстве всем раздать и по часу в день читать. С таким королевским указом согласились бы, наверное, многие родители, которые переживают, что школьники чтению предпочитают компьютерные игры. Любят и в игры играть, конечно, больше, чем читать, к сожалению. Если они попросят играть в компьютер, в телефон, то я говорю, нужно что-то сделать полезное сначала. Как говорится, есть поговорка, то сделал дело, гуляй смело. Так вот и дети помоют посуду или что-нибудь дома уберут. Тогда только позволяю. Послушайте, папа, послушайте, мама. Доверьтесь совету, не будьте упрямы. Выбросьте телек, нету в нем толку. Повесьте на стенку книжную полку. Организовать и провести праздник инвалидам по зрению помогли волонтеры. Активисты вот уже гой, как взяли шефство над обществом слепых. Есть действительно большая проблема, что в серсейском обществе слепых сконцентрированы и работают, как правило, инвалиды по зрению. И, в принципе, организовать какой-то процесс очень сложно. То есть оформить документы, сделать что-то. То есть мы всячески это понимаем и помогаем в плане организации всех этих мероприятий. Каждый школьник получил иллюстрированную энциклопедию. Лучший подарок, по мнению взрослых, и детям пришелся по душе. Это ящерица. Я люблю сказки. Рассказы и всякие истории. Ирина Канева, Анастасия Косымова, Алексей Красных, Сибонформбюро. Чтобы учиться герою следующего сюжета, пришлось переехать из тундры в город. Степан Яндо получил высшее образование, но городским жителем потомственный оленевод так и не стал. Большую часть времени проводит на стойбище недалеко от Тюмени. В гости к нему отправилась Анастасия Косымова. Анастасия Косымова, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот так обычно и встречают туристов, приезжающих в музей-заповедник на Андреевском озере. Сегодня посетителей нет, но Степан Яндо все равно на работе. Он не обычный экскурсовод. Он хозяин стойбища. Пойдемте, 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 пойдемте. Ну, куда ты? Куда? Что вы, все, разбойники. В Ямальской тундре, откуда Степан родом, косы кроликов не держат. Там главное животное – олень. Да, есть там навороченные техники, да, там люди покупают, как бы свою зарплату вкладывают, оленей вкладывают в это дело. Но сами они тоже признают, что оленя пока еще никто не затмит. Во время экскурсии Степан показывает быт ямальских оленеводов, рассказывает про кочевую жизнь. Это его родная стихия. Чум, нарты, горожанам все в диковинку. Сам Степан удивлялся также, когда впервые приехал в Тюмень. Первые три месяца страшно болел, когда первый раз приехал. Это было 13 лет назад. Я еще тогда первый раз увидел такси, лифт, автобус. Первый раз в кафешку сходил. Первый раз там толпу большую увидел. Городским жителям Степан так и не стал. Квартире только ночует. А вот в музее на стойбище ему комфортно. Здесь и работы много. Например, мастерить вот такие ловушки для животных. Северные охотники с их помощью добывают пушнину. Белка любит ходить по веткам, передвигаться с дерева на дерево. И люди усмотрели в этом выгоду. Бежит, 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 бежит веревочка. Вот она. Раз и два. Любую задеть, например. Все. Лишнего у природы брать нельзя. Такова заповедь северных народов. Соблюдает ее Степан. В свободное время делает сувениры из того, что в лесу под ногами. Ложка из бересты, стрелы с орлиными перьями. У туристов на расхват. Всему, что умеет, он обязан своей малой родине. Наверное, поэтому. До сих пор пропиской в его паспорте значится гаданская тундра. Анастасия Космова, Алексей Красных, Сибинформбюро. У тюменцев есть и другие увлечения. Например, охотиться на мамонтов. Точнее, на кости древних животных. Правда, делать это надо аккуратно под зорким глазом профессионального натуралиста Павла Ситникова. На днях участники экотура подняли с одной реки Ишим отросток рога древнего оленя и часть челюсти ископаемой лошади. Такие находки в наших краях встречаются нечасто. Гораздо легче обнаружить кости мамонта. Это могут сделать даже дети. Главное – знать места. Шутка ли? 3 метра 41 сантиметр. Скелет тюменского мамонта – один из самых высоких из всех. Даже того, что хранится в музее Санкт-Петербурга. Этот скелет обнаружили не палеонтологи, а ценители истории тюменского края. В 1885 году на высоком берегу Туры, недалеко от деревни Решетниково, кости шерстистого мамонта раскопал Иван Яковлевич Славцов, который в то время возглавлял Александровское реальное училище. В музее учебного заведения и размещался скелет. Ученые считают, что наш мамонт жил в здравии и согласии с природой примерно 30 тысяч лет назад. Питался травой. В день гиганту требовалось около 250 килограммов растительной пищи. Поблизости гуляли первобытные бизоны и шерстистые носороги. Останки этих животных тоже из коллекции Славцова. Кстати, находка в виде целого скелета – большая редкость. Вам с вами, как настоящим ученым палеонтологам, нужно здесь обнаружить точно такие же косточки, чтобы собрать такой же скелет. Если косточку нашли, вы ее аккуратно обметаете кисточкой и кладете на этот лист бумаги. Все, мы не проверяемся. Хорошо, еще дальше давайте ищем. Это только школьники кисточками быстро шурудят, а специалистам торопиться нельзя. Не то не досчитаться косточек, а так и скелет не соберешь. Этих тонкостей ребята не знают, как и то, кем именно были мамонты. Ты знаешь, кто такой мамонт? Нет. Они жили до нашей эры, в эру динозавров, существа, слоны только с волосами. У мамонта были маленькие уши, он был густо покрыт шерстью, у него был такой хохолок на голове, а у слона всего этого нет. У слона уши огромные, он покрыт кожей, и слоны бывают намного выше мамонтов. Так что, хотя эти животные родственники, но все же очень дальние, и вряд ли ходили слоны в нашем крае. А вот мамонты точно были. Наталья Жукова, Роман Чайнахов, Сибинформбюро. Самых талантливых тюменцев от 5 до 25 лет ждут в местной студии «Яралаша». Сначала участников ждет кастинг, а затем обучение. Лучшие актеры получат главные роли в съемках известного телепроекта. Мама очень удивилась, рассмеялась, восхитилась. Я налил компота ей, пусть попробует скорее. Отсмотрим всех детей абсолютно. Главное, чтобы ребенок вел себя, естественно, перед камерой, а мы этому, естественно, же научим. Ребенок, чтобы правильно разговаривал, этому тоже мы научим. Чтобы он правильно двигался, умел работать на камеру, чему мы тоже будем учить, естественно. В октябре четверо участников прошлого сезона отправятся на съемки в Москву. Их лично выбрал Борис Грачевский. Следующий кастинг состоится в этот четверг. Транслироваться серии будут на канале «Тюменское время». А вот проводить кастинг в эту группу не обязательно. Возьмут всех желающих и научат слышать ритм и выбивать дробушки. Секрет этого искусства хранят единицы, но делятся им с удовольствием. Только ноги приходится беречь. В этом убедилась Сирень Бабаева. Чтобы так лихо пританцовывать, Тензиле Степановой одного урока мало. Она часто приходит к Ляле Мирьяминовой. Бабушка, несмотря на свои 76 лет, не только рассказывает, как в старину отбивали дробушки, но и может показать на практике. На первую танцовку я плясала в деревне. В праздниках, в гуляниях, на свадьбах первые меня приглашали. Но сама я не держала. Сама в первую очередь пошла плясать. Полученные знания Тензиле применяют в работе. В Доме культуры села Больши, а Киара она работает хореографом. С артистами они оттачивают каждое движение. Важно не сбиться с ритма и не нарушить рисунка танца. Мастерство танцовщиц признано на фестивалях различного уровня. Это мы выиграли первое место в областном сабантуе. Это областной сабантуе. Вот наши девочки маленькие коллективы. Подскок, ноги подскок, и двойная другая. И с другой ноги тоже самое. Приготовились. С правой ноги. И начали. И раз, и два, и раз. Чеканить получается не у всех воспитанниц. Незатейливые на первый взгляд движения на самом деле сложны в исполнении. И отличаются по мере исполнения от других. Чисто вот дроби полностью ступней. Встаем и танцуем. Не каблучком, не на полупальцах дроби. Еще и как в русском народном есть. У казанских народностей тоже есть. А в сибирском полностью ступня работает. Надо ноги привыкать, чтобы хорошо танцевать. Знания о тонкостях движений и истории танца приходится собирать по крупицам, чтобы многовековая традиция радовала еще не одно поколение сибирских татар. Анастасия Коробенко, Серень Бабаева, Максим Плюхин, Сибинформбюро. А вот в церкви собирать историю по крупицам не надо. Согласно канонам, в среду отмечается особая дата. Успение Богородицы – один из главных праздников православной церкви. Считается, что после Вознесения Иисуса Христа Богородица оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова и была утешением для верующих. За три дня до Успения Престой Богородицы явился Архангел Гаврил и возвестил о том, что ей должен оставить этот земной мир. То есть время ее пребывания на земле закончилось. И она приняла это со смирением и кротостью. Во всех православных храмах в среду прошли богослужения, а также причащения верующих, которые соблюдали Успенский пост. На сегодня у меня все. Дарите друг другу больше тепла в эти дни. Счастливо!